До 1917 года офицерские балы были обязательной составляющей светской жизни, а спустя более чем 100 лет эту традицию возродили. Так, к 105-летию вооруженных сил Республики Беларусь и ко дню защитников Отечества 17 пар под аккомпанемент оркестра закружились в вальсе, танцевали польку и полонез. Давняя и долгая хорошая традиция проведения офицерских балов. И, к сожалению, после 2020 года с приходом к нам пандемии эта традиция была немножко утрачена. Но сегодня, когда эпидемическая обстановка стабилизировалась, мы вновь возобновляем проведение офицерских балов. Если предыдущие мы проводили в филармонии, ну, конечно, хорошее место, прекрасные люди, но, тем не менее, здесь в театре все-таки добавляет какого-то такого высокого. Отбор для участия в балу был достаточно жесткий. Очень много желающих было, в основном из молодых офицеров, которые имеют желание поучаствовать в балу, как в старой доброй традиции. Плюс они с супругами прошли достаточно серьезную школу подготовки. В течение месяца они готовились, ходили на занятия. Сегодня проведение офицерского бала неразрывно связано с историей воинства. И сегодня, как сто и более лет назад, в парадных и гостиных кружились изящные пары. Офицеры в мундирах, их спутницы в вечерних роскошных платьях. Проведение офицерского бала – это не дань моде. Это хорошая возможность прикоснуться к уже проверенным временем классическим традициям. Я очень горжусь, что принял участие в данном мероприятии, так как для меня это в первую очередь уважение и великая память своим предкам. Это гордость всякий раз, когда проходят парады, на которых я тоже смотрела на своего мужа, как он шел. Это большая гордость разделять с ним эти эмоции, эти чувства, эту радость в какой-то степени. И это большая честь. Если для мужчин парадная форма едина, у спутниц все сложнее. Здесь каждый хочется быть особенной и выглядеть соответственно своему статусу. К такому редкому светскому событию многие шили наряды под заказ, добавляя к историческим костюмам современные элементы. Мы гордимся принимать участие. Подготовка. Мы готовились очень долго. Было потрачено много сил, много времени. С нами работали лучшие визажисты, парикмахеры Бреста и Брестской области даже. Свой образ мы продумывали очень тщательно для того, чтобы соответствовать заявленному дресс-коду. Для нас, как для семей военнослужащих, это особый праздник. Это почет, это гордость. Гордость за себя, за свою страну, за тех, кто всегда и везде готов с честью и достоинством выполнять свой офицерский долг. Наряд мы очень тщательно продумывали. Мы сшили этот наряд на заказ. Ручная работа полностью, платье. Чтобы все подходило к прическе, чтобы подходил маникюр, чтобы подходил макияж. Потому что каждой девушке сегодня хочется почувствовать себя особенной на этом празднике. И я надеюсь, что так оно и будет. Защитники Отечества, доблесть и гордость белорусского народа. Мужество, честь и надежда страны. В вооруженных силах Республики Беларусь служат люди особого качества. Золотым фондом армии всегда были и остаются офицеры. Это гордое звание и, конечно же, героическая профессия. Офицер остается офицером, будучи на службе и вне ее. Традиционный бал, участниками которого стали лучшие представители золотого состава военнослужащих Брестского гарнизона, стал подтверждение тому. Анастасия Мелешкиевич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания «Бук-ТВ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова